Девушки отдыхают А приносить со склада продукты и передавать ей Сгорел в своей квартире Ну, в самое последнее время, конечно, нас выпивал Трагедия в набережных Челнах И выбирал слабых жертв, но ошибся А у кого это брали? У девушки В Казани задержали мужчину, нападавшего на девушек Это и не только, а прямо сейчас Воровал продукты у детей-инвалидов В мошенничестве в особо крупном размере Сотрудники полиции подозревают Директор Лаишевской школы-интернат Для слепых и слабовидящих детей По данным следствия, она причинила ущерб Учебному заведению, которое возглавляло На сумму около 400 тысяч рублей Кроме продуктов, она, как установили Сотрудники Управления экономической безопасности Давала незаконные указания водителю Списывать горюче-смазочные материалы И обналичивала деньги Сергей Хайдаров о схеме мошенничества Лишала детей продуктов она с мая 2017 по апрель 2018 года Сотрудники Управления экономической безопасности установили 44-летняя женщина давала незаконные указания поварам Выносить с кухни и со склада продукты В том числе мясо и передавать ей Оперативники подразделения экономической безопасности Установили, что она также неоднократно Обналичивала денежные средства Через фирмы, оказывающие ей услуги По поставке продуктов питания Различных потребительских товаров И электронного оборудования Путем завышения стоимости товаров и услуг Так в марте 2018 года Директором интерната было обналичено 50 тысяч рублей по фиктивному договору По ставке продуктов питания Которые на склад не поступили Отдельные указания были водителю школы-интерната Он должен был заполнять путевки И списывать горючие-смазочные материалы На автомобиле, которые по факту Уже более года никуда не выезжали Общая сумма ущерба, причиненная школе Которую она возглавляла Составила около 400 тысяч рублей По данному факту В отношении договора Возбращение уголовного дела По статье мошенничества Проводится статистное действие Направлено на установление всех обстоятельств Произошедшего А также объявление Дополнительных эпизодов Преступной деятельности В настоящее время Женщина задержана Решается вопрос об избрании В отношении нее Меры пресечения Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов Вызов 112 Восьмилетний мальчик погиб Во время игры Фактически повесившись На капроновых колготках По предварительным данным Он вместе с друзьями Играл в общем коридоре Одного из домов По улице Нефтяников В Бугульме Они прыгали с трубы Которую использовали Как турник На ней была закреплена Петля из капроновых колготок Ребенок, спрыгивая вниз Случайно попал в нее головой И скончался на месте По данному факту Следственного комитета Российской Федерации Преспублики Катарстан Возбуждено уголовное дело По статье Причинить мертвы по неосторожности В настоящий момент Проводятся следственные действия Направлены на установление Всех обстоятельств Расследование продолжается Один человек сгорел При пожаре На балконе своей квартиры В набережных Челнах Пламя вспыхнуло Около двух часов ночи К моменту Когда на место Прибыли пожарные Горели балконы Трех квартир Некоторых жильцов Эвакуировали Владельцы жилища Где находился Очаг возгорания Не успели Все подробности Произошедшего Расскажет Нафиса Минезова В час 55 Весь второй подъезд Одного из домов Разбудил пожар Который вспыхнул На балконе квартиры На втором этаже В ней проживает приличная семья Отмечают соседи Отличная жена Дочь хорошая Ну Сам в последнее время Конечно Накрупивал Вот То и вот Из-за этого Я сам точно не знаю От чего пожар Может в другом месте Может замыкание какое-то По словам жителей Дома в это время Был только хозяин Его супруга уехала в деревню Мужчину нашли уже Без признаков жизни Звеном ГДЗС Было спасено 5 человек А также один несовершеннолетний Ребенок К сожалению значит Погиб один мужчина 55-го года рождения Причина значит Станавливается Ведется до знания Со слов дочери погибшего Она накануне Приходила к отцу Проведала его Он находился в квартире Отец у нее курил Алкоголем Не злоупотреблял Со слов соседки Примерно около двух часов ночи Она почувствовала запах гари Вызвала пожарную охрану Спустилась на первый этаж Увидела что дверь приоткрыта И слышала стонущина По одной из версий пожар Возник из-за курения На балконе самого хозяина Либо попавшего через окно Окурка с других этажей В результате сгорели Еще пять балконов Одна из пострадавших Елена Волкова С третьего этажа Она купила квартиру Месяц назад Теперь придется менять Все окна Сетует женщина Площадь горения составила Почти 10 квадратных метров Также закоптился весь подъезд Его с самого утра Сегодня отмывали сотрудники Управляющей компании А кто будет возмещать Причиненный жильцам ущерб Станет ясно только после того Как установят причину пожара За минувшие сутки В набережных Челнах И Тукаевском районе Произошло сразу Несколько серьезных пожаров Горел гараж Ожоги получил его владелец Он был внутри в момент возгорания Сгорела иномарка А владелец не пострадал Огонь поглотил частный дом И это далеко не все Лина Зинатулина расскажет подробнее Около четырех часов вечера В селе Большая Шельна Тукаевского района Загорелся жилой дом К приезду пожарных Огонь уже переходил под кровлю Появилась угроза распространения пламени На строение соседних участков Был объявлен повышенный номер вызова В результате пожара Никто не пострадал Причины устанавливаются Горение началось в районе расположения Металлической печи Заводского изготовления Данная печь находилась В углу комнаты Топилась твердым топливом Над дровами Со слов собственника имущества Он увидел, что происходит горение стены В районе расположения печки До прибытия пожарных подразделений Пытался потушить сам У него этого не получилось Примерно в это же время пожарные подразделения Вызвали в 51-й комплекс Очевидцы сообщали о горении балкона На втором этаже пятиэтажного дома 5107 В результате инцидента Никто не пострадал Горели бобы вещи Прибывшие пожарные подразделения Быстро ликвидировали пожар Рассматриваются в настоящее время две версии Это поджог И неосторожно вращение с огнем В шестом часу вечера спасатели получили очередное тревожное сообщение Уже от одного из автовладельцев На проспекте Хасана Туфана загорелась Шкода Октавия Возгорание ликвидировали быстро Никто не пострадал Лина Зинатольевна, Елена Камалова, Сергей Вильданов Вызов 112 Дачный дом и соседняя с ним баня Сегодня сгорели в Нижнекамском районе Огонь вспыхнул в 6 утра И свидетелем всему были владельцы соседних участков Они уверяли, что в домике никого нет Отчего тогда вспыхнуло пламя Расскажет Алина Мусина Вот Такой красивый, ухоженный Летний садовый домик И что стало? Валерий Ибушев Один из очевидцев пожара Он до приезда огнеборцев тушил огонь в соседнем доме Ведрами таскал воду Сижу, чай пью Мне сосед машет А это пожар-то Ну тут же сразу владелец Сколько было воды А там уже такой водой только невозможно было Невозможно было Все там ведрами Огонь вспыхнул в 6 часов утра Двухэтажный дом сгорел за считанные минуты А вместе с ним вся мебель, вещи, инструменты Единственное, что уцелело Так это кирпичная кладка Огонь перекинулся на теплицу Которую уже успели посадить помидоры Полностью выгорела и соседняя баня Со слов, значит, самих владельцев садового участка Установлено, что они вчера приезжали Убирались на территории И производили топку печи В данном случае причина может быть Либо перекал печи Либо неправильное устройство самой печи Этот дом принадлежит семейной паре Они проживают здесь только летом В момент возгорания хозяев жилища не было Сейчас причину возгорания выясняют дознаватели Алина Мусина, Альбина Валеева, Марсель Джураев Вызов 112 Уснул за рулем, врезался в забор И опрокинулся на бок Водитель автомобиля «Газель» Направлялся по проспекту Ямашево В сторону улицы Чистопольская В какой-то момент начал засыпать И потерял контроль над автомобилем Грузовик стала заносить на встречную полосу Но от выезда на нее спас забор Машина протаранила ограждение И перевернулась В результате происшествия никто не пострадал Хотел нажиться чужим имуществом В качестве жертв выбирал девушек Которых воспринимал как беззащитных Но ошибся В Казани задержали подозреваемого В уличном грабеже Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина По версии полицейских За пару минут он напал сразу на двух девушек Что было дальше, расскажет Альбина Минибаева Чтобы рожиться чужим имуществом Предполагаемый грабитель пошел Как ему показалось по легкому пути Нападал исключительно на девушек Считая их легкой добычей Первую свою жертву он встретил поздно ночью В московском районе По версии полицейских Предполагаемый злоумышленник Подошел к ней со спины И оттолкнув на землю Похитил сумку с личными вещами и деньгами Этого ему показалось мало И спустя пару минут Мужчина напал на другую потерпевшую Но безуспешно Девушка начала громко кричать И звать на помощь Испугавшись такого поворота событий Нападавший сбежал И для чего это все совершили-то? Я был пьяный Подозреваемого задержали довольно быстро К тому времени он уже успел Протрезветь большую роль в его поимке Сыграли как показания местных жителей Такие камеры видеонаблюдения Как видно на кадрах Забрав содержимое сумки Злоумышленник избавился от улик И выбросил все ему ненужное В мусорный контейнер По данному факту В отделе полиции Московский Возбуждено уголовное дело По признакам преступления Предусмотренного Статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации Грабеж Свою вину ранее судимый 29-летний Казанец Полностью признал Дожидаться судебного процесса Он будет за решеткой Альбина Минебаева Айрат Назипов Вызов 112 Это все о чем мы успели вам рассказать В студии была Альвира Фазлиева До встречи И не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин